Выставка-ярмарка в мире самоцветов проходит в эти дни в городе над Бугом. Сотни изделий из натурального камня, бижутерия, сувениры из оникса, малахита и яшмы, лечебные изделия из нефрита и минералы. На несколько недель Музей истории города превратился в настоящую сокровищницу. Кроме уже готовых ювелирных изделий, на выставке представлено и большое количество необработанных и очень редких минералов, которые способны удовлетворить запросы практически любого коллекционера природных драгоценностей. Представлены образцы минералов со многих стран мира. Дымчатый кварц, горный хрусталь, марионы, малахит, чараит. Очень редкий минерал. Находится одно месторождение в мире, в России, река Чара. Тот же малахит на Урале уже практически нет. В Африке осталось одно еще более-менее большое месторождение в мире. Кунгу-Заир. Считается, что каждый камень обладает целебными, а порой и магическими свойствами, а потому подходить к его выбору стоит основательно и продуманно. Но при таком разнообразии нетрудно растеряться, а потому специалисты всегда готовы прийти на помощь и рассказать, какие камни подходят к тому или иному знаку зодиака или какими характерными особенностями обладают. К примеру, такой полудрагоценный камень, как Оникс, может помочь обрести уверенность в себе и сохранить мир в доме. Это камень Оникс, разновидность агата. У него очень многочисленный окрас и красивый рисунок. Он полезен буквально всем людям, так как это домашний камень, такой теплый камень, дает уверенность в себе, способствует накоплению жизненной энергии камень, помогает избавиться от нерешительности. Выставка проходит в городе Бресте уже не в первый раз, и горожанки давно по достоинству оценили возможность приобретения настоящих произведений искусства. А потому ценители красивых изделий из камней с нетерпением ждут приезда ярмарки и обязательно пополняют свою коллекцию. Каждый раз в выставочном зале приходим, любуемся, что-то покупаем с удовольствием, потому что всегда такой огромный выбор, что можно найти что-то для себя. Выставка-ярмарка будет работать в городе над Бугом до 22 сентября, поэтому у всех желающих еще есть возможность полюбоваться на красоту природы, выраженную через уникальность и неповторимость настоящих драгоценностей.